Я все еще под впечатлением после прочтения этой замечательной книжки, конечно, я стала пытаться воплощать, естественно, сразу в дело все принципы свободы, которые описаны Нилом. И что я могу сказать, что я обнаружила, что вот есть такая распространенная жалоба, да, и у взрослых людей тоже, да, что вот наши родители нам чего-то недодали, и мы как родители тоже, конечно, боимся чего-то недодать. Но на самом деле вклад вот в это ощущение недолюбленности есть и со стороны общества, да, со стороны некого авторитарного такого режима. То есть если, например, посмотреть, да, на наших дедушек, да, которые жили там при Сталине, в советском периоде, тогда воспитание было очень-очень авторитарным, да. Но беда в том, что авторитарный стиль воспитания передается из поколения в поколение. То есть наши бабушки, выросшие в авторитарном режиме, да, склонны более авторитарно воспитывать своих детей. Соответственно, эти дети, не видя другого образца воспитания, да, если они не читали какую-то специальную литературу, да, не видели каких-то других примеров, они тоже так или иначе могут нести в себе довольно авторитарный стиль воспитания. Вот, и как раз авторитарный стиль воспитания дает вот такую жесткость, отсутствие любви, свободы и равенства, да. То есть когда взрослый говорит, я сказал, делай так, как я говорю, просто потому что я взрослый, просто потому что ты зависишь от меня. Вот, и опять же Нил в этом плане совершенно гениален, да, потому что он сразу же, первое, что он убирает, это неравенство, да. То есть дети не соревнуются с взрослыми, они все равны разных возрастов от 5 до 16, там, 17-18 лет. И он сам как директор и обслуживающий персонал, они все, и дети все имеют совершенно одинаковое право голоса, да. Соответственно, все решения, принимаемые о жизни этого лагеря, о быте, о взаимоотношениях, о том, кто, как будет принимать какие-то решения, там, бытовые, обучающие, какие угодно, да, они принимаются большинством голосов. И это приводит к тому, что дети принимают решения, на самом деле, потрясающе эффективные, потрясающе справедливые. Просто удивительно, там вы прочтете, вы увидите, какие замечательные истории, как бы, да, эта книга очень сильно вдохновляет, потому что она очень сильно облегчает родительский труд. То есть вы понимаете, что, на самом деле, столько контроля не нужно. То есть я вот, например, всегда думала, как же справляются вот эти мамы, у которых очень много детей, потому что даже двоих невозможно контролировать, да, а и не нужно, не нужно контролировать. То есть количество контроля со стороны родителей, учителей должно быть гораздо меньше, чем нам, как бы, особенно, например, мне, как тревожной матери. Кажется, необходимо, да, а на самом деле его гораздо меньше необходимо. Соответственно, это и экономит родительские силы, и это помогает детям обретать какую-то самостоятельность, которая повышает их самооценку, они больше учатся, больше умеют, соответственно, становятся более уверенными в себе, да, и, как бы, они сами очень здорово между собой договариваются и удовлетворяют это свое чувство справедливости. То есть иногда взрослые со своей стороны, да, может быть, не понимая каких-то внутренних процессов, там, не имея возможности в них разобраться, да, выносят несправедливое решение, там, в каких-то отношениях между детьми, и это, как бы, ухудшает и отношения между детьми, и отношения между родителями и детьми. То есть, на самом деле, количество контроля, которое должно быть со стороны взрослых, оно не такое уж и большое, и это очень здорово.